Но мне думается, что разделить ответственность за разбалансировку должны с нами обязательно, в порядке федеральной структуры. Я приведу некоторые примеры, которые подтверждают либо негативный, либо нулевой эффект, в том числе и первого года модернизации по комплексу ядов. Повысили заработную плату только учителям, всем остальным работникам образования не поставили задачи. Это я говорила на свечении в сентябре, послушала основанием для непонимания между группами внутри отрасли. Я уж не говорю о том, что это приводит к непониманию между работниками ведомств внутри бюджета. Не может быть такой разбалансировки, не может быть разным движением внутри очень большого сообщества людей, которые занимаются в бюджетной сфере. Второе. Мы повысили заработную плату и прежде всего в угоду тем учителям, которые их сняло в СО и показало по телевидению, в основном это учителя с большим стажем. И их коснулось большее повышение заработной платы, кстати. Они теперь вообще не уйдут из образования? Какие же образы мы будем привлекать молодых? Если создав сейчас для них заработные платы для людей со стажем 25-30 лет, мы задали ситуацию, когда ничто не позволит им принять решение уйти на заслуженную плату. Разбалансировкой, я считаю, и само наличие этого большого количества проектов, потому что они во многом и в одном и том же. Продолжение следует...